Вы смотрите новости на Антенне 7. Рабочим омбыт пошива с плохим зрением или лишенным его вовсе отныне станет работать проще. Сразу два участка по изготовлению металлических конструкций на предприятии открылись после ремонта. Условия труда работников с ограниченными возможностями улучшились и благодаря новому оборудованию. Возместить затраты удалось с помощью региональной субсидии. Не секрет, что такую поддержку инвалиды получили впервые за много лет. Тему продолжат мои коллеги Марина Бугрова и Сергей Гаврилов. Юрий Населевский трудится здесь ровно год. Сейчас мужчине не только с плохим зрением, но и слухом приходится изучать все тонкости работы по изготовлению раскладушек. В обновленном цехе это теперь продукция номер один. Раньше мужчина специализировался на выпуске лопат. Но вся разница, признается работник, не в том, что производить, а в каких условиях. Раньше приходилось все эти заготовки отправлять заказчикам. Сейчас мы все это сами делаем. И покраска, и трубогиб, все это делается на месте. Раскладные кровати – это лишь малая часть бизнес-плана предприятия. В перспективе планируется начать производство дачной мебели. Не исключено, что штат цеха увеличится. Все это будет окупаться. Все это обеспечит занятость людей на рабочих местах. Десять человек незрячих людей будет работать. На обновление цеха понадобилось 465 тысяч рублей. Покрасить стены, установить пластиковые окна, уложить тактильное покрытие для ориентации инвалидов удалось за счет региональной субсидии. Право на ее получение имеют частные организации, предприниматели и юридические лица, занимающиеся социальной деятельностью. Условием предоставления субсидии является то, что организация, которая получает такие субсидии, должна быть численностью от 50 до 100 человек, и у нее должно работать более 50% граждан с ограниченными возможностями. Для инвалидов созданы комфортные и безопасные условия работы. За счет средств уже непосредственно общества приобретено оборудование. Сделать ограниченную жизнь безграничной – это, пожалуй, главная цель не только государственной программы или конкретного предприятия, но и самих инвалидов. Занятые в производстве по-настоящему чувствуют свою потребность в обществе. Признаются, работать для них – значит жить. Марина Бугрова и Сергей Гаврилов. Антенна 7. Марина Бугрова и Сергей Гаврилов